В рамках программы ЦФФЛ Казахстан органами государственных доходов делается большая работа по автоматизации услуг органами государственных доходов. На сегодняшний день в реестр государственных услуг включены 43 вида государственных услуг, оказывающих органами государственных доходов. Из них порядка 26 услуг в налоговой сфере и 17 услуг в таможенной сфере. Если брать на областном и районном уровне, мы оказываем 26 услуг, из которых 24 в налоговой сфере и 11 в таможенной сфере. За текущие 6 месяцев нами оказано порядка 250 тысяч услуг в налоговой сфере, порядка 244 тысяч и около 6 тысяч в таможенной сфере. Наиболее востребованными налоговыми услугами у нас является прием налоговой отчетности, выписка состояния расчета средствового счета по социальным платежам, сведения по состоянию задолженности налогоплательщика. За текущие 6 месяцев и прошедший 2001 год жалобы на оказание государственных услуг на органы государственных доходов нет. Услуги оказываются своевременные, просроченных государственных услуг на данный момент у нас отсутствуют. Если сказать о преимуществе электронных услуг, могу сказать в том отношении, что ежегодно количество налогоплательщиков, которые применяют именно обращаться к государственным услугам в электронном формате, растет, оно и правильно. Это очень удобно для налогоплательщиков. В электронном формате вы можете получить услуги в любое время суток, не выходя из дома, из офиса. На сегодняшний день не надо стоять в очередях. Вы можете буквально дома получить все услуги, к примеру, те же выписки из лицового счета, зачет возврата переплат, прием налога отчетности. И вот эти все процессы, которые автоматизированы, органы государственных доходов ежегодно улучшают, их качество повышается. К примеру, на сегодняшний день мы сократили сроки, оказанные в услугах, ряд услуг. К примеру, на сегодняшний день, если взять зачеты возврата в прошлом году, если услуга оказывалась в течение 10 дней, на сегодняшний день они сокращены до 5 дней. Состояние расчетов с бюджетом по запросу органов юстиции с 5 дней до 3 дней. И отзыв налоговой отчетности с 3 рабочих дней до 1 рабочего дня. На сегодняшний день органы государственных доходов улучшают качество оказыванных услуг. На сегодняшний день комитетом госдоходов разработана услуга мобильного приложения ИСАЛ-Казамат, где физические лица и индивидуальные предприниматели могут получить услуги, к примеру, оплатить налоги, где предусмотрен функционал налоговый кошелек. То есть оплату налогов можно осуществить без банковской комиссии. Также в сервисе данного функционала предусмотрен прием форм налогоотчетности 250-й формы, 270-й формы, оплата налогов, предусмотрен калькулятор, где физические лица могут посмотреть расчет налога на транспортное, рассчитать пениум и очень много услуг и сервисов предусмотрено в данном приложении. Также предусмотрено мобильное приложение у нас есть для субъектов малого бизнеса ИСАЛ-Казамат, в котором для налогоплательщика предусмотрены все услуги, начиная от регистрации налогоплательщика и до ликвидации, прием заявлений, скажем, возврат и зачеты налоговых платежей. Так что все на сегодняшний день делается для того, чтобы для налогоплательщиков создать все условия качественного предоставления услуг именно в электронном виде. Также дополнительно сообщаем, что с 1 марта текущего года работает функционал ЕСАЛ-КБОТ, где на сегодняшний день можно получить миновины консультации по всем вопросам, не звоняя в контакт-центры, то есть в данном приложении собраны в течение последних лет часто задаваемые вопросы налогоплательщиков, и на сегодняшний день именно в данном приложении вы можете получить мгновенные ответы на поставленные вальные вопросы. Если в целом сказать работу наших оказанных государственных услуг органами государственных доходов, все услуги окажутся в центрах оказания государственных услуг. Во всех 13 районах города Петерпавловска у нас есть центр оказания государственных услуг, где созданы все условия для комфортных услуг для услугополучателей, где соблюдаются все их права и законные интересы. На сегодняшний день мы во всех 14 районах и городе Петерпавловске организованы необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями, где предусмотрены пандусы, лифты, специальные туалеты для лиц с ограниченными возможностями. Во всех центрах оказания услуг существует терминал самообслуживания. Мы большое внимание уделяем разъяснению налоговой законодательства, грамотности налогоплательщиков. Третий год уже у нас функционирует контакт-центр, созданный при департаменте государственных услуг по Североказстанской области, где на сегодняшний день компетентные сотрудники органов государственных доходов отвечают по телефону на все различные задаваемые вопросы услугополучателей. Если взять статистику, за первое полугодие уже поступило порядка 5000 таких обращений. И, сделав статистику, каждый услугополучатель оставляет отзыв о полученной услуге. На сегодняшний день 99,3% услугополучателей положительно оценили работу контакт-центра. В завершении мне бы хотелось, уважаемых налогоплательщиков, активнее пользоваться всеми электронными услугами в рамках автоматизации, в рамках программы «Цифровой Казахстан», которые на сегодняшний день внедрены органами государственных доходов. И для вашего же удобства и мобильности все эти цифровые приложения мы на сегодняшний день разработали. Продолжение следует...